В последнее время в нашей стране стало популярно отмечать различные иностранные праздники, такие как Хэллоуин или День Святого Валентина. А русские народные традиции, к сожалению, забываются. И не каждый знает, что 14 ноября на Руси всегда было праздничным днём. Петушиные бои, хоровод, ручеёк, исконно русские забавы, без которых не проходил ни один праздник. На Руси 14 ноября люди провожали осень и почитали святых Кузьму и Демьяна, которые славились как мастера и труженики. Главными угощениями в этот день считались каша и курник, король пирогов в старину. На празднике в Анциферовском ДК все желающие могли поучаствовать в приготовлении главного угощения. Вот в это унылое время у людей есть оптимизм. И они свой оптимизм хотят передать другим, другим родителям, детям. У детей же всегда должен быть праздник. Сейчас период, когда из осени мы переходим в зиму уже. Но душа, она где-то засыпает, но она радоваться должна. И вот поэтому такой праздник сегодня в прекрасном Давыдовском поселении. Инициатором праздничных посиделок стал Центр развития и возрождения семейных ценностей с надеждой в будущее. Её руководитель Светлана Зайцева почитает русские праздники больше, чем новомодные, которые пришли из-за границы. Сначала всё проводилось в кругу семьи. И только недавно возникла идея рассказать о русских традициях современной молодёжи. Когда мои дети маленькие были, у меня был семейный ансамбль, сударушка, и мы с детьми пели и выступали. Сейчас у меня уже внучки, и поэтому я понимаю, как это интересно, и семьям это интересно. Потому что вот именно русские наши традиции, они дают возможность, если мы их возрождаем, то мы можем привить детям любовь к родине, доброе отношение. То есть только вот через сказки, через наши русские традиции, через наши корни мы можем это возродить. И вот эта идея и возникла. Чтобы этот праздник остался в памяти надолго, для ребят провели мастер-классы по созданию русской куклы, которая исполняет желание, и по изготовлению деревянной лошади. А в конце праздника каждый смог попробовать курник и настоящую русскую лапшу.